Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. С томлением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 9 февраля, день Иоанна Златоуста, Назван в честь святого отца Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского. Его считают светильником миру, учителем вселенной, Столпом и утверждением церкви, проповедником покаяния. Он имел от Бога дар учительства, на нем была благодать Святого Духа. Господь даровал ему знания всей глубины премудрости, Благодаря которой он вдохновлял людей светом учения Христова, А своими устами заградил уста еретиков и иудеев, Произносящих хулы на Бога. Сегодня все желающие просвещению ума, к учению духовной грамоты, А также отчаявшиеся в жизни греховной и нуждающиеся в помощи, Рекомендуется молиться святому покровителю этого дня Иоанну Златоуству, Чтобы по молитвам и искренности подал он им руку помощи в разумлении и наставлениях. Также большое внимание уделяли русской печи, символы домашнего уюта и тентрам дома. Поэтому печь топили особым образом, дрова клали так, чтобы они вспыхивали вместе. Такой огонь прибавлял счастье в семье и удачу в году. Также поминали близких и готовили пироги, растягая из грибов и мясного. Приметы. Если сегодня облака идут против ветра, к снегу. Если в феврале бывает много иния на деревьях, то будет много меда. Народи поговаривали, февральская оттепель ничего не стоит, все равно стужа будет. Если стекла окон потеют зимой, это к теплу, а летом к дождю. Также существовала и такая поговорка. Лето как лето, а зима как язва холодна. Если после метели у снежных сугробов гребни закруглены, это к урожаю. Сегодня хорошо лечилась зубная боль с помощью заговора. Лазарева суббота. Златоустав день. У кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели. Сегодня не моют голову. Не рекомендуется дарить и получать подарки. Наговоры и порчи сегодня имеют очень большую силу. Доброе здоровье. Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Рада вас видеть. И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Он швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Я часто от вас про Беннера слышала. И кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему. Более того, внедрил ее в санаторий. И более того, знаете, я, когда его читал книжку, эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались. Наш Николай Второй интересовался этой книжечкой. А как там питаться? Так, чтобы жить было и красиво. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре. Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее, и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Он установил калорийность. Говорят, что в то время было такое мнение, кстати, оно и до сих пор говорит, что калорийность, вернее, ценность продукта оценится за счёт того, что мы берём какой-то продукт, съедаем, и он даёт столько-то белка. Калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишут белка, столько-то углеводов, столько-то. Вот, 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 вот. На самом деле, на самом деле он, значит, подошёл к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которые аккумулировало растение от солнца? Аккумулировало, то есть взяло. Сколько здесь солнечной энергии? Да. И он назвал пищу, которая, растительная пища, свежая, причём растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем виде. Орехи. Орехи, действительно. Семечки, да? Орехи, молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть свежайшее молоко. Вот этого аккумулятора первого рода, оно даёт наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. И способствует того, что с помощью этих продуктов человек лучше всего себя чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но варёные. Потенциал солнечной энергии уже в них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как... Ну, не так часто, но тем не менее использует. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее... Наименьшую, вернее, ценность. И он сделал ещё очень интересный вывод, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. То есть, другими словами, когда мы едим продукты, аккумуляторы первого типа, у нас рода, наш организм понимает, что он получает и говорит, спасибо, я сыт. А когда мы едим консервы, организм говорит, а я вообще не понимаю, что вы мне даёте, и начинаем мы этих консервы вот так лопать, да? Как только пища окажется, сахар, рафинированная, содержит неправильное количество или не то соотношение минеральных веществ, организм не разбирается и переедает. В результате чего всё сейчас человечество идёт к тому, что становится полными. Геннадий Петрович, вот то, что вы сейчас рассказали, очень легко можно пропустить, как вроде как что-то, ну, вроде как умное, ну, вроде как ко мне мало имеет отношения. А ведь смысл потрясающий для тех, на кого нападает жор. Ребята, на вас нападает жор, потому что вы едите то, что организму трудно посчитать. Вы ешьте продукты, аккумуляторы первого рода, рода, да? И организм сам, без ваших мыслей, он где-то умнее вас, включится, чтобы сказать спасибо, я наелся. И ещё одна особенность, вот так как были обнаружены бактерии, которые вот здесь вот имеются, то считалось, что надо вот всё переварить, всё обработать, чтобы термическая обработка убирает эти бактерии. Оказывается, вот с убиением этих вот бактерий понижается пищевая ценность. Поэтому постарайтесь больше всё есть свежим и с сыром. А я вот смотрите, бактерии начала счищать, потому что я иногда оставляю шкурку, а вот конкретно вот на этой морковке, мне кажется, я бы её снесла. Давай, и сноси. И, кстати, мы теперь, как я уже обещал, приготовим два блюда, которые Берхер Беннер использовал в своём санатории и лечил огромное количество различных, ну, в смысле, различных заболеваний у различных пациентов. Вот, мы будем использовать с тобой яблоки. Так, их чистить, что? Яблоки, яблоки помыты. Помыты, да. Они у нас всё не чистить, потому что под шкурочкой содержится то, что нам надо. И шкурочку удаляем, наш организм перестаёт реагировать на насыщение. Да, да, да. И шкурки у нас есть очень много. Поэтому шкурку мы оставляем. Далее мы, значит, используем у нас... Это проросшая пшеница. Проросшая пшеничка. Да, мы заранее через мясорубку протёрли, и у нас получился фарш. Вот эта проросшая пшеница является основой как одного завтрака, а как другого. Вот зрители могут увидеть. Мы специально так разложили. Вот, посмотрите. В обоих завтраках будет проросшая пшеница. Просто мы её помяли. Ну, вот, через мясорубку. И одно блюдо это будут яблоки, мёд и лимон. А другое блюдо будет, помимо пшеницы, сгущёнка, морковка, чернослив, ну и тот же самый лимон. Я хочу узнать, что вкуснее. А вот мы ещё какое-то блюдо с тобой ещё будем добавлять. Миндаль. Вот сюда. Вот сюда. Миндальные орешки. И относительно миндальных орешков я сразу вам должен сказать, что их надо особым образом приготовить.